В Самаре предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса. Подозреваемый, по данным спецслужб, подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело. В Самаре возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Трехлетнего мальчика доставили в больницу с травмами пальцев рук и лица. Под подозрение попали родители малыша. Решают вопросы об избрании меры пресечений в отношении отца и матери ребенка. В Самаре прошел квест в поисках семейных ценностей для многодетных семей. Родители вместе с детьми выполняли задания на нескольких станциях. Каждая семья получила подарок от администрации Куйбышевского района. В Самаре 8 июля пройдет Всероссийский парад семьи. Состоится он в Кирилло-Мефодиевском соборе, начало в 18.00. Собравшихся ждет молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, крестный ход и праздничный концерт. В Самарский храм Петра и Павла привезли древний чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Икону будут переносить в другие храмы в разных городах региона, чтобы все желающие могли ее увидеть. Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам контрактной военной службы. В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов, надзорных ведомств и военкомата. Напомним, что в регионе увеличили единовременную выплату. При заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В Самарской области 8 июля на участке трассы М5 Урал перекроют два из четырех полос движения из-за ремонтных работ, которые продлятся до конца августа. Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. За чемпионский титул поборются 16 лучших футбольных клубов страны. Самарскую область представят Крылья Советов и Акрон. 7 июля Крылья Советов проведут встречу с болельщиками в формате фестиваля на пляже Первомайского спуска. Начало в 12.00. Вход свободный. Стало известно, сколько черешни и абрикосов можно съедать взрослому человеку в день. Черешня полезна благодаря содержанию вне витаминов В и С. Ее можно съедать 200-300 грамм в день. Абрикосы богаты витаминами и микроэлементами. В день можно употребить 3-4 абрикоса. Говорят гастроэнтерологи.